всем добрый день и добро пожаловать на мой канал сегодня я покажу вам вот во первых это я мы с дочерью делали поделку в школу делали ее из капронового колготка снеговичка такого наполнен синтепоном здесь завязан из флиса платочек здесь вот то что осталось вверху снеговичка на стрижена и просто вот вперед сюда пропущена глазки сделаны обычными бусинками а вот такие носики я делала уже давно заготовочки у меня просто лежат для снеговичков вот пришита здесь она носик и глазки глазки бусинки черненькие пришиты здесь украшено можно в принципе украсить хоть чем приклеила я вот клеем резиновый что ли он какой клей дед на диск такая и очень устойчиво и в общем то чистенько там с обратной стороны не пачкается очень я считаю что интересно будет украшение под елку и в принципе с чего о чем о самом главном теперь начну вот кто смотрит мои видео купила я вот такого барашка в театре хотели мы как символ нового года но у меня задумка была еще раньше когда я его ну их видела вернее когда продают и хотела очень сделать таких барашков вот теперь посмотрим как вот из чего он состоит в общем здесь как бы грушевидной формы у него идет туловище но мне кажется он большеватый вот магнитик у него находится на этой части и он вот когда даже покажу если он приклеен то верхняя часть отстает вот очень сильно поэтому магнитик можно приклеивать куда-нибудь вот сюда к серединке поближе вот он грушевидной формы по сантиметрам этот барашек идет где-то вот сантиметров 10 он вот эта часть его в общем вот так мордочки здесь мордочка сделана из капрона и приклеена перед не знаю приклеена или пришита я уже не рассматривала вот как как изготовить вот такую мордочку для барашка сейчас мы с вами и будем учиться у меня сделаны несколько уже мордашек таких здесь уже готовый барашек но так как я попросила маму сделать мне что ты говорю будешь сшить вот такие вот как грушевидной формы туловище барашка я сделаю мордашки и в общем их доведу до ума но она мне сделала вот такие из натуральных нашла натуральный мех сделала такие заготовки вот три штучки будем уже исходить из этого потом я уже сделаю в дальнейшем вот из своей меховушки у меня есть белая меховушка и вот такая приклеила голову немножко вот так вот сюда загнула чтобы верхушечка у барашка была как бы голова немного вперед лапки и в общем то здесь колокольчик но можно колокольчики не такие а вот колокольчики прямо золотистые серебристые есть переходим к мастер-классу берем квадратик из параллой из капрона ну вот он где-то у нас может быть 10 11 сантиметров с ладошку в общем то не обязательно там по размеру кому побольше нужно кому поменьше это у меня большеватая можно и поменьше вот берем синтепон кладем в середину и все это заворачиваем у нас пол не должна получиться форма овальная но здесь вот маловато сейчас добавим еще чтобы больше синтепон чик а нам нужно создать овальную форму головы вот так сейчас берем ниточки ниточки у меня приготовлены бежевого цвета и с обратной стороны не знаю можно наверное вот так вот просто перемотать будет быстрее но я решила вот по краю наживуливаем так лучше форму придать будет мордочки и вот у нас получилось уже теперь затянем но еще на раз я пройдусь еще один кружочек на живу ли так чтобы она была по плотней все закрепили теперь нам нам нужно отцепить вот то что вот лишняя вот эта часть видите вот как много получается ну отстригаем и придаем форму личику так чтобы было овальная вот верхняя часть я делаю как чтобы она была немного поуже нижняя пошире вот ну этого так не сказать и я стараюсь сделать так сейчас ниточку которая вот у нас осталось сзади мы и ей опутываем вот верхнюю часть меньшую часть большую и оставляем для нижней части лица морды так раз опутали сильно не перетягиваем и еще раз чтобы она форма получше была покрепче с изнаночной стороны прокалываем насквозь и вот и выходим где-то все в серединке вот этой ниточки и теперь еще вот сюда нам нужно вступить то есть вот так сделать лицо для глаз еще раз вступить вот я уже постаралась вступить так чтобы одна ниточка была до вот этой вот поперечной полосы 2 после чтоб она не сдвинулась с места мало ли что подтягиваем и еще на раз с обратной стороны закрепляем съехала все вот верхняя часть готова теперь стригаю ниточку так как она у меня уже короткая дальше будем делать носик вот носик и ротик получается у нас носик вот треугольничком почти что верхней части только нету здесь как бы перемычка и ротик делаем мы его вот так с обратной стороны где-то нам нужно можете отметить себе ну я делаю наугад где-то вот верхние точки на одинаковом расстоянии серединка чтобы вот так потом вот это перемычка и здесь ротик с обратной стороны вступаю левую часть теперь в центр и стараюсь попасть рядышком выйти вот сюда верхней части чтобы верхняя часть носика была на одинаковом расстоянии вот что получается очень маленький носик у барашка ничего сейчас вот мы здесь вышли нужно ступить в серединку и выйти вот здесь немножко чтобы вот как раз вот эта перемычка осталась у нас вот так маленький носик барашки сейчас мы ступаем вот вот как вот верхняя часть у нас вот этой перемычки вот между таким носиком вступаем в нее и выходим стороне то есть это у нас будет уже одна половина рта губ подтягиваем если ниточка не в одну нитку а вот в две то ее следить нужно выравнивать теперь вступаем в серединку вот этой перемычки вот перевернула я голову в серединку и выходим чтобы вторая половинка у нас рта получилось так и так но для того чтобы губки были потолще я здесь делаю несколько стежков вот где-то посередине я еще делаю стежочек потом еще прохожу вот сюда во вторую половинку и можно губки так немного выровнять если они не такие какие нам бы хотелось быть получить их вот вот такая получилась заготовочка что вот лица с обратной стороны прячем ниточки лишние обстригаем вот что у нас получилось теперь я буду можно использовать вот для глазок можно использовать различные вот есть деревянные бусинки будет неплохо смотреться вот как у меня там вот такие бусинки коричневые можно черные тоже но единственное что они не круглые вот они разные у меня здесь какие-то дешевые крупные крупные самые не знаю даже что это вот я из самых первых покупала они не ровные глазки получаются ну вот если ровные бусинки то глазки красивые вот вот тут вот просто бусинки вроде пришиты и очень даже красиво смотрится еще я присмотрела вот такие вот глазки они на ножке но ножка мне не нужна конечно куда я ее буду втыкать и поэтому вот эту ножку я плоскогубцами обламываю все ножки мы обломили теперь будем работать с клеем работать с клеем нужно очень осторожным так как вот здесь вот все таки ткань такая что вот я в прошлый раз делала и подпортила немножко и остается не отходит клей потом как бы не очень красиво стараемся очень аккуратненько потом уже ставим точку и для того чтобы более интересные глазки были как вот глаза в кучу так скажем я вот решила сделать их в центр чтобы они смотрели не так ну в принципе можно и вот просто прямо глазки а я делаю их к центру это я это Вот у нас мордочка получилась. Далее мы делаем ушки, вот такие ушки, их я решила сделать так, складываю, ну вот квадратик он чуть меньше конечно чем голова, но он где-то вот 7 на 7 сантиметров, вот он в ладошку помещается. Складываю квадратик напополам, еще раз напополам и у нас получился треугольник. Теперь этот треугольник вот как бы вот нам вот на три части делим и одну часть вот там где у нас вот две вот эти вот загнутые, два хвостика что ли назвать их, мы закидываем сюда. Здесь оставляем немножко, как бы чтоб не уголочек был, а вот так вот. И с другой стороны мы закидываем эту часть, вот так. И тут уже смотрите, как вы хотите ушко какой длины сделать, можете приложить, посмотреть, ну вот я сделаю побольше в этот раз ушко. Я его тоже наживоливаю. Закрепляем ниточку и обстреливаем. Закрепляем лишнее все. Вот одно у нас ушко готово. Теперь делаем второе ушко. Точно так же загибаем раз. Единственное, теперь загибаю я вот туда, в ту сторону, чтобы смотрели вот эти две. Ну как два хвостика тут у нас один получается, а здесь два. И чтобы ушки были одинаково как бы что ли смотрелись, мы сначала вот эту часть заворачиваем, закидываем сюда, чтобы вот эти разделанные были внутрь и эту часть. Сравниваем по длине ушки. Если что-то нужно, можно поправить. И точно так же закрепляем. Все лишнее обстреливаем. Второе ушко у нас тоже готово. С обратной стороны переворачиваем теперь нашу заготовочку и нам нужно приклеить ушки. Ушки будут у нас смотреть туда вот этими как бы вот. Вот они у нас эти вот серединки, что вот не ровной частью, а вот так вот как ушки. Они у нас будут смотреть сюда, на лицо. Намазываем клей на ту часть, где у нас как раз вот эта вот ниточка проходит. И приклеиваем ушки с одной стороны и с другой. Немного подержим, что-то как-то ушки. Ушки у нас как у поросеночка получились немного. Подправим, если получится. Дальше, что мы будем делать. Берем пудру, кисточку и припудриваем нашего барашка. Где-то вот можно щечки. Можно тут губки где-то как бы затемнить вот эту вот часть. Ну и всего немного. Где-то как бровки. Вот такой барашек получился. Сейчас берем заготовку. Вот на какую она мне лучше. Возьми вот к этой заготовочке. По цвету как-то не очень подходит, ну ладно. Я бы выстригла. Немного здесь вот выстригну, чтобы у него голова была как бы в углублении. Немного я состригну шерсти. Мажу эту часть клеем, наношу клей. И приклеиваем барашка. Такой вот барантуз получается. Если вы желаете сделать лапки ему, можно сделать их вот точно так же из поролона. Ой, все из поролона и из капрона. Для этого обстригаем одинаковые приблизительно запчасти. Набиваем их синтепоном. Возьмем. Возьмем. везем. Возьмем. Вот с курицей. один раз я ступила и про обкручиваем несколько раз обкрутила создали форму круга лишнее обстригаем закрепили с обратной стороны все вот одна лапка получилось теперь второе стараемся смотреть чтобы они по размеру получались одинаковые я вот ступила раз насквозь чтобы закрепить и обкручивая на три раза прокрутила все снова ступила насквозь и закрепляю ниточку два раза скрепить мало ли не разъехалась все лишнее обстригаем у нас получились две лапки верхние точно так же я вот здесь вот выстребну чтобы они не были так сделаем ворс приклеим и второе тоже где-то одинаково смотрим на одинаковом расстоянии точно так же вот лапки получаются светлые нам их можно затушевать не нужно красоту навести как бы затемнеть просто чтобы видать потемней цвет вот такие барантусы получаются если кому нравится ставьте класс всем спасибо за внимание я буду продолжать делать вот таких барашек еще вот из такой тоненькой из тоненького меха еще у меня есть вот остался тот толстый такой это у меня заготовочка чтобы вот к этому барашку сделать сзади приклеить ворс и это будет либо подвеска на шею либо точно так же можно сделать магнитик здесь вот уже идут лапки бусиками крупными спасибо всем за внимание до новой встречи ворс и а Продолжение следует...